Теперь об итогах российско-американских переговоров в Сочи, которые уже называют полезными, нужными и позитивными. В Олимпийской столице госсекретарь США долго беседовал с нашим министром иностранных дел, после чего участников консультации принял Владимир Путин. Настоящий дипломатический марафон, широкий круг заявленных тем, двусторонние отношения, международная проблематика и, конечно же, Украина. О точках соприкосновения Наталья Юрьева. О результатах целого дня российско-американских переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран, Сергей Лавров и Джон Керри, рассказали на совместной пресс-конференции. По словам госсекретаря США, его визит в Сочи – инициатива Барака Обамы. Центральной темой обсуждения стал украинский кризис. Как отметил глава российской дипломатии, между Москвой и Вашингтоном существуют разногласия. Однако у двух стран схожие видения способов разрешения украинского кризиса. Мы были однозначно едины в необходимости решать эту проблему исключительно мирным путем, через полное и всестороннее выполнение минских договоренностей, включая, конечно, прямой диалог между Киевом, Луганском и Донецком по всем аспектам. Мы договорились использовать влияние Соединенных Штатов и Российской Федерации на стороны конфликта, для того, чтобы последовательно, настойчиво побуждать их к поиску и достижению договоренностей по практическому выполнению всего того, о чем договорились в Минске. Госсекретарь США признал, режим прекращения огня не соблюдается, и призвал все стороны конфликта к перемирию. Кроме того, Кэрри предложил президенту Порошенко сначала думать, а потом заявлять о своих намерениях проведения силовых операций, отвечая на вопрос о недавнем высказывании главы Украины про план возвращения Донецкого аэропорта. Если действительно президент Порошенко выступает за то, чтобы сейчас начать какие-то силовые операции, мы бы предложили ему прежде подумать, чем предпринимать такие действия, потому что минские соглашения тогда окажутся под серьезной угрозой. Сейчас это было бы очень деструктивным шагом. Свой вопрос дипломатам задал и американский журналист Мэтью Ли, известный своими выступлениями на пресс-конференциях в госдепартаменте США. Вопрос для обоих министров. Ваши правительства друг друга обвиняют часто в распространении дезинформации об Украине, о нарушениях прекращения огня. Где правда? Одна страна или все стороны нарушают минские соглашения? И что может быть сделано для того, чтобы эти соглашения соблюдались? Главное, чтобы обе стороны приняли решение продвигаться вперед и реализовать минские договоренности в полной мере. У меня была вчера короткая беседа с президентом Порошенко. Я собираюсь ему позвонить, чтобы рассказать о сегодняшних встречах и призвать его, так же, как я призываю и российскую сторону, и всех, кто может как-либо повлиять на ситуацию, предпринять все необходимые шаги для полной реализации минских соглашений. Мы сегодня оперировали общим критерием доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая в целом делает свою работу профессионально, несмотря на то, что периодически украинские официальные лица публично обвиняют эту миссию в предвзятости. Думаю, что такое поведение неадекватно задачам выполнения минских договоренностей. Главы внешнеполитических ведомств привели примеры успешного взаимодействия России и США в различных международных делах, урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана, а также успешная работа по уничтожению химического оружия в Сирии, несмотря на разногласия в видении будущего политического устройства этой страны. На повестке дня были и двусторонние отношения. По словам Сергея Лаврова, со своим американским коллегой они обсудили системные проблемы, которые накопились за последние годы и договорились избегать шагов, которые могут нанести вред обеим сторонам. Своей резиденции Бачаров-Ручей глав внешнеполитических ведомств принял и Владимир Путин. Беседа за закрытыми дверями продолжалась 4 часа. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как открытые, деловые и доброжелательные. Первые признаки понимания необходимости нормального сотрудничества. А Джон Кэрри в свою очередь заявил, у него не было ожидания непременного прорыва в российско-американских отношениях после его визита в Сочи. Но диалог, цитата, был важен и прошел важное время.